Олег Евгеньевич, здравствуйте! Давайте сегодняшний разговор начнем с темы объектов здравоохранения, расположенных в АУ. Не так давно появилась информация о том, что до 2017 года в округе должно появиться 5 новых поликлиник. Расскажите, в каких районах они будут построены? В Восточном округе действительно запланировано строительство еще 5 больших поликлиник. Это и детско-взрослые, и просто взрослые. Две из них появятся в большом нашем районе Косиновых-Томске, мы так его для себя делим, в микрорайоне Кожухова. Одна, вторая вот просто в районе Косиновых-Томский. И три появятся в других наших нуждающихся, скажем так, районах. Это Богородская, Соколиная гора, где мы сейчас, кстати, находимся, на улице Буракова, и в Измайлово. В районе Измайлово вот эти три района определены городом к строительству поликлиник районных. Как раз по амбулаторно-поликлиническому центру в районе Соколиная гора на улице Буракова, 7, о котором вы уже заявили, есть вопрос у нас, пришел к нам через Твиттер. Алексей Петрович спрашивает, будут ли по этому проекту проводиться публичные слушания? Да, спасибо за вопрос. Публичные слушания обязательно будут проводиться, они намечены на конец сентября. Ну, а по вашему мнению, каких еще объектов в медицинской сфере не хватает в Восточном округу, и что будет построено в самое ближайшее время? Вы знаете, в остальном, пожалуй, скажу такую фразу, что округ самодостаточен, либо достаточен в плане медицинского обеспечения. Ну, вот так сложилось, что в Восточном округе хватает, ну и слава богу, что хватает, родильных домов, в округе достаточно мощная инфекционная больница, в округе сильный медицинский центр, я не побоюсь их так назвать, это 70-я больница, 15-я больница, 57-я больница. Их знают, на самом деле, все москвичи, и об их возможностях, и о качестве обслуживания, что тоже немаловажно. Ну, как раз об одном из новых медицинских центров на Востоке столицы, наш следующий материал, и, насколько я знаю, это как раз тот самый хороший, яркий пример сотрудничества благотворительных организаций в плане модернизации здравоохранения. Лечебная физкультура, физиотерапия и массаж, но при этом домашняя атмосфера. Новый центр лечения и реабилитации больных ДЦП работает на Сиреневом бульваре. Пройти здесь лечение и реабилитацию можно абсолютно бесплатно. Мы применяем классические методики, это и массаж, и лечебная физкультура, есть физиотерапевтические процедуры, есть возможность пройти иглорефлексотерапию. Также мы можем назначить при необходимости бутылотоксинотерапию, это один из новых методик коррекции при ДЦП. В округе решили, важно обеспечить детям лечение именно в том районе, в котором они проживают, а в планах открыть сеть подобных центров реабилитации по всей Москве. Мы в Текстильчике ездили, живем мы здесь, в Восточном округе, и мы в этом году идем в школу, я даже не представляла, что мне делать, поэтому, когда здесь вот открылся этот центр, на самом деле это просто спасение наше. В течение месяца около 15 детей могут получить оздоровительные процедуры в Центре лечения больных ДЦП. Сюда могут обращаться и взрослые, для них реабилитация также бесплатна. Записаться на прием можно по телефону, который вы видите на своем экране. Олег Евгеньевич, а в округе еще продолжается переоборудование поликлиник, больниц. Можете сказать, что вот до конца года во всех из них появится новое оборудование? Только вот за последний год более 200 единиц высококачественной, высококлассной, высокоточной техники было поставлено в учреждение здравоохранения Восточного округа, а в среднем можно это умножить цифру на 10-12, мы получим цифру по Москве. Вы знаете, ну, по-моему, уже каждый житель, связан или не связан, знает, что не хватало в городе компьютерных томографов, да, магнитно-резонансных томографов. Это оборудование, позволяющее определить фактически любое заболевание или большинство из заболеваний. Естественно, это сканирование человека или отдельных его органов. Ну, без этого невозможно говорить о диагностике, а значит, и о лечении. Этого не хватало. И люди стояли в очередях днями, месяцами, неделями, либо получая эту услугу за деньги. Вот возможность и рентгенное оборудование, да, возможности для флюорографии, для раннего распознавания заболеваний очень важно правильное и точное диагностирование. А для этого нужно оборудование. Оно дорогое, оно достаточно сложно не в обслуживании, а в наладке. И этот путь, я считаю, что уже практически пройден. И восточный округ, так же, как, кстати, и многие другие округа, получили мощнейшее оборудование. Подчеркну, именно поликлиническую сеть. Конечно, и в больнице. И, конечно, там оно нужно иногда более правильно его размещать там. Но поликлиниках, диагностических центрах, туда, где больше всего мы испытываем поток людей с первой проблемой, может быть, да, вот вся история болезни начинается, да, с терапевта, но она продлевается, продлевается дальше по специалистам. И чрезвычайно важно, конечно, еще раз повторюсь, определить заболевание. Для этого нужно оборудование. И оно есть. И очень здорово, что в поликлинической сети. К сожалению, вот все равно не все жители округа могут пользоваться техническими новинками, например, электронной очередью. По крайней мере, это подтверждает вопрос, который пришел к нам через Фейсбук. Пенсионер Роман Геннадьевич, он нам пишет, ему 78 лет. И Роман Геннадьевич говорит, что этот вопрос написал за него внук. Но суть вопроса в том, Роман Геннадьевич хочет узнать, есть ли в Восточном округе курсы компьютерной грамотности для пожилых людей, чтобы вот следующий вопрос он уже мог лично написать. Роман Геннадьевич и другие зрители, правильный совершенно вопрос. Вы знаете, он, наверное, с психологическим содержанием. Многие люди, особенно старшего поколения, ну вот в данном случае мы говорим почти 80 лет, да, 78 лет обратившемуся, ну, испытывают какой-то такой, наверное, дискомфорт. Мы жили всегда без компьютера, мы без него проживем. Вы знаете, вот у нас только более тысячи человек в год обучается, ну, так привычной уже аббревиатуры компьютерной грамотности, да. И я еще раз подчеркну, здесь есть момент методический, надо просто научиться, да, научиться быстро печатать, научиться ходить по файлам, научиться бывать в интернете, найти нужную информацию. Но есть еще и психологический момент. Вот, а нужно ли мне? Человек привычно берет бумагу, берет ручку, пишет, задает вопрос, там, получает штамп, контроль и так далее. Но город все больше будет, да, дело не только в городе или в округе, да, конечно, вся страна и весь мир движется в этом направлении. Очень здорово, что внук помогает здесь дедушке, но вот в вашем вопросе, примере, не каждый, наверное, внук может и научить, просто терпения иногда, да, терпения не хватает у нас, у внуков или у наших внуков, да, научить. Поэтому, конечно, есть специализированные курсы, они размещаются в центрах социального обслуживания населения. Эта работа ведется везде, во всех административных округах у нас в Восточном округе. Эта работа также достаточно развита, 15 центров социального обслуживания, в любой район можно обратиться абсолютно бесплатно, все абсолютно методично и, конечно, поможем. Кстати, обратите внимание, ну, например, сайт ВАУМОСТРУ, да, наш сайт префектуры Восточного округа, наверху есть такая ссылочка, там, для слабовидящих, да, сразу крупнее шрифт, не нужно, там, бежать за очками, не нужно рассматривать, там, буковки, лица или еще что-то, да, это может быть неудобство для другой, для более молодой аудитории, но это все звенья одной цепи. Мы ничего никому не должны, да, вот, приучить, научить, обучить. Здесь дело не в сверхзадачах, здесь дело в том, чтобы каждый имел возможность пользоваться этой техникой. Для этого, конечно, нужны какие-то навыки, но весь мир движется именно к этому, начиная от автомобиля и заканчивая какими-то девайсами, которые мы носим уже в своих карманах или в своих портфелях. Конечно, любое поколение должно спокойно входить в электронную книжку, в айпад, в айфон, в любое другое устройство. Программа по обучению пенсионеров компьютерной грамотности, безусловно, прекрасная идея, но наверняка какие-то еще социальные программы действуют в вашем округе, ну, или готовятся к запуску? Ну, вы знаете, компьютер как раз, может быть, одна из программ, которая скорее носит прикладной характер, да. Задача служб социальных, психологических, да, городских служб, она должна быть направлена не только на то, чтобы дать все нужное, там, продовольственный заказ, какой-то набор, какой-то подарок, да, а для того, чтобы человеку было интересно, знаете, появилось такое, появляются такие понятия, как лучшая половина жизни, как бархатный возраст, как возможность себя раскрыть по-новому. Поэтому могу несколько примеров привести. Вот шикарный конкурс бальных танцев. Казалось бы, да, если закрыть глаза, что бальные танцы – это вот некая молодая пара, парящая там на паркете. Когда вы видите на паркете пару, ему 91, а ей 85, и когда вы видите, как она себя подает, вы понимаете, что такое социальная программа? Завораживает. Когда говоришь об этом у нас еще вот-вот и вот, это какой-то отчет, что маловато или многовато, да, повернуть систему всех библиотек к старшему поколению, повернуть систему спорта. Посмотрите, тренажеры, они оборудованы не просто для инвалидов, да, ведь это же не обязательно колясочник, который должен приехать и там возможность позаниматься спортом. Да, это нужно. Люди старшего поколения очень часто, не украдкой, а гордясь этим, в 7-8 утра ветераны приходят на эти тренажерные комплексы и занимаются. Но нужно сделать, нужно дать возможность сделать соответствующие подходы к этим тренажерным комплексам, сами их оснастить. Это спортивная программа. Масса культурных программ, масса экскурсионных программ, они делаются в тесном взаимодействии управления социальной защитой округа, да и других округов, и префектура административных округов у нас на Востоке. Это одна из приоритетнейших задач. Ну, а сейчас давайте сделаем небольшую паузу и посмотрим видеоматериал как раз об одной из социальных инициатив в Восточном округе. Книжки ходят в гости. Сотрудники 15-й городской клинической больницы проявили дополнительную заботу о досуге своих пациентов. В шести отделениях клиники появились книжные полки. Любой желающий может принести свою любимую книгу и взять почитать другую. Такой процесс обмена прочитанными книгами называют буккроссинг. В повседневной жизни не хватает времени на книги, к сожалению, а здесь времени свободного много. И сидишь, читаешь или лежишь и читаешь, просвещаешься. Согласно правилам буккроссинга, книга должна быть в хорошем состоянии. Сотрудники больницы регулярно проверяют полки и убирают издания, которые невозможно читать. Также содержание книги не должно задевать чувства других пациентов. Планируется, что книжные полки появятся во всех отделениях 15-й больницы и в других лечебных учреждениях округа. Мы планируем в ряде больниц Восточного административного округа развернуть подобные мини-библиотеки. Все, кто хочет подарить свои книги, мы ждем вас по адресу. Зеленый проспект, дом 6, корпус 1. Телефон 495-368-0210. Продолжаем книжную тему. Хотелось бы спросить, хватает ли в округе библиотек вообще и насколько они популярны? Вы как-то пытаетесь их видоизменить, чтобы к ним привлечь внимание жителей? Ну, вы знаете, в Восточном административном округе 54 библиотечных учреждения. Есть соответствующий норматив, там, если не ошибаюсь, одна библиотека на 27 тысяч жителей. Ну, может быть, с точки зрения количества их нужно было бы добавить. Но, мне кажется, много проблем и вопрос выглядит, а что внутри этих библиотек? Потому что иногда, произнося слово, видите, мы поговорили о поликлиниках, а это уже целые диагностические центры. Многие говорят, что не хватает кинотеатров, а на самом деле это уже там 3, 4 и 5D комплексы, да. Вот с библиотеками, мне кажется, происходит такая же мягкая революционная трансформация. Они должны превращаться в такие центры, ну, досуга не совсем то слово, но вот в большие какие-то центры, где оказываются не только услуги какие-то, как в доме быта, да, а где все-таки человек попадает в определенное культурное пространство. Поэтому книги, скорее всего, мое тоже убеждение необходимо оставить, потому что очень большое количество людей просит книгу. Вот как действительно, которую держишь в руках и читаешь. Но просто одного интернета маловато. Должна быть серия мероприятий, серия каких-то предложений, задумок. Ну, давайте назовем их креативными, давайте назовем их востребованными. Но пока есть определенные страты, определенные союзы людей, которым интересно, например, общение с автором книги, с автором стихов или с автором прозы, то нужно это делать. Это клубная работа. Она не всегда массовая, она не всегда всеохватывающая. Не нужно в нее предложить, там, извините, разместить, запихнуть или заставить все население района или округа. Но это должно быть авторские концерты, авторские вечера, бардовская тематика. Возможность работы не в компьютере, просто вот зайди в Яндекс и найди что-то себе купить или разыскать. А должен быть какой-то обязательно все равно проводник, должны быть работники этих библиотек, этих центров. Это должны быть очаги культуры. Поэтому я уверен, что задачка совсем непростая, чтобы вот кто-то скажет, вот типовая модель библиотеки. Я знаю много вариантов уже предложенных таких моделей библиотеки будущего или библиотеки 21 века. Но я бы подходил здесь очень-очень аккуратно, потому что перелом, трансформация с библиотеки в нашем понимании, где там 1200 книг, где читальный зал, до вот того, что мы хотим, он не должен быть таким скачкообразным, как иногда это предлагается. Что вот теперь будет вот так. Библиотека не нужны, компьютерный зал, книги не нужны и достаточно. Должно идти очень-очень мягко. И в данном случае советоваться нужно не просто с жителями или там с депутатами, вот как бы вы хотели. А нужно посмотреть, какие люди и зачем приходят в эту библиотеку. Вот плохо, если туда никто ни зачем не приходит. Тогда надо ставить вопрос о том, что там разместить из социального. Олег Евгеньевич, в СМИ появилась информация о том, что за последние пять лет в России каждый год это сплошной бэби-бум. Вот в плане, если затрагивать эту статистику, есть ли вау прирост населения? Как этот показатель изменился по сравнению с прошлого года? Вы знаете, есть вау прирост населения. Я очень рад, что вот так случилось. В 2011 году 125-тысячный малыш родился в нашем восточном округе. Ну, и рост продолжается. В 2012 году, я говорю московские сейчас цифры, 128 тысяч малышей родилось. В 2013, знаете, совсем подходит фраза «цыплят по осени», считаю. Еще надо подводить итоги. Да, вот вроде как уже и осень. Я думаю, что прогноз будет что-то около цифры 131. Мне хочется, чтобы 132 было. Но мне хочется и множатся разные понятия. Вот, поэтому рост все равно наблюдается. В восточном округе, вот по итогам предыдущего периода, около 7,5 тысяч родилось малышей, молодых москвичей, жителей восточного округа. Это означает, что если примерно мы умножим на 2, да, вот по итогам полугодия и года, что это будет около 15 тысяч. Может быть, 14, может быть, 15. Мы точно сможем сказать об этом где-то в середине, в конце января следующего года. И очень здорово, что рождаемость повышается в крупном мегаполисе, в столице России. Для вообще столичных городов, к сожалению, здесь могу сказать, скорее можно отнести один ребенок в семье. Ну, вот так получается. Это не плохой бренд, там, не знаю, Москвы. Это во всех крупных городах рожают детей, ну, поменьше, чем не в городских поселениях. Поэтому Москва в этом плане тоже задает, по-моему, хороший пример не только своим соседям российским, но и международным. А жители Востока при этом, они любят сочетаться узами брака или все-таки дети появляются в гражданских отношениях? В среднем сейчас на два брака приходится один развод. То есть браков в два раза больше. Поэтому, ну, статистика неплохая, но в целом я считаю, что, конечно, брак, вот брак зарегистрированный, мне кажется, это не то, что там более правильно, а молодежь часто не видит просто смысла в регистрации брака. И на самом деле его не так просто, может быть, и найти, чем, если долго спорить с юристами и с социологами, и с профессионалами, объясните, зачем регистрировать брак, то мы все равно с вами выйдем на привычку, на обряды, на любовь, на взаимоотношения в семье, на стабильность в семье. Это все только начало разговора о том, что брак, конечно, должен быть зарегистрирован или прерван, если так сложилась судьба у той или иной пары. Но вот статистика два к одному, если так говорить коротко, но она в пользу, конечно, браков. И это хорошо, это нормально и позитивно. Олег Евгеньевич, ну вот, чтобы население, что называется, загнать к счастью, к штампику в паспорте, нужно его как-то заинтересовать. Дворец бракосочетания должен быть такой, чтобы хотелось туда прийти и зарегистрироваться. Есть у вас такие в округе? В восточном округе три ЗАГСа, они оказывают общий или полный перечень услуг. И, ну, гордостью, наверное, в контексте нашего с вами разговора я могу сказать, что в округе есть дворец бракосочетания. Настоящий дворец. Он находится в Измайлу, он настоящий дворец, в таком очень-очень интересном месте расположен. И, разумеется, хорошие традиции, все, что связано с празднованием свадьбы, с ритуальным сопровождением свадьбы, со всякими замочками, ленточками, все это, конечно, присутствует. Вы знаете, дворец, ну, время так быстро летит, он всего, там, чуть меньше трех лет действует. Ну, поначалу просто даже не знали, что в округе есть, а сейчас очень много звонков, просьб, уже выстраивается очередь. Все хотят сочетаться браком в торжественной обстановке, не просто получить штамп и вот засвидетельствовать такое событие. Ну что ж, Олег Евгеньевич, на этой прекрасной ноте тогда предлагаю закончить на сегодня, но надеюсь, что скоро увидимся снова. Спасибо большое. До свидания.